МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 ноября, 19.00. В прямом эфире программа Петербург против коронавируса. Около 40% заразившихся ковид переносит болезнь бессимптомно, при этом представляет серьезную опасность для других людей. Мне не безразлично здоровье окружающих, поэтому в общественных местах я ношу маску и снимаю ее только на время эфира, когда рядом в студии со мной никого нет. Я Ирина Степанова. Здравствуйте. В Петербурге началось бесплатное обеспечение лекарствами больных, которые лечатся на дому. Что требуется для получения необходимых медикаментов? Узнаем у наших экспертов. Но в начале сводка дня. Сегодня в Петербурге, к сожалению, новый антирекорд по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. 3179 человек. Скончалось от ковид-80 петербуржцев. Вылечилось 1628 человек. Всего с начала пандемии и наблюдений в городе официально зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом. А теперь к теме эфира. Обеспечение медикаментами от ковид. Кто может рассчитывать на бесплатное лекарство от коронавируса? Достаточно ли в городе противоковидных препаратов? И что необходимо для их получения? Эти и другие вопросы адресую нашим экспертам. На связи со студией сегодня первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. И заместитель главного врача городской поликлиники номер 21 Московского района Ирина Тимофеева. Ирина Валерьевна, также рада вас приветствовать. Добрый вечер. Ну что ж, связь с экспертами установлена. Уважаемые зрители, ваши вопросы ждем по телефону прямого эфира, а также в нашей официальной группе телеканала Санкт-Петербург ВКонтакте. Все эфирные координации сейчас на ваших экранах. И Андрей Михайлович, вам первый вопрос, который, ну не могу не задать. Сегодня вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала регионы, где осталось менее 10% мест для заболевших COVID-19 и Петербург в их числе. Сколько сейчас свободных коек и, главное, завтра будет куда везти больных? Добрый вечер еще раз, уважаемые телезрители. Действительно, сегодня Татьяна Алексеевна Голикова назвала, что в Петербурге менее 10%, а если точным быть, это 9,7% свободного коечного фонда под госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Пугает ли нас это или нет? Скажу, что это достаточно плановая ситуация. Дело в том, что стационары красной зоны, те, кто перепрофилированы под работу с ковидными пациентами, они ежедневно работают в режиме постоянного поступления пациентов, постоянной выписки, таким образом, с максимальным оборотом койки. То есть в день у нас доходит до 700 человек выписки пациентов и примерно столько же поступает в зависимости от дней недели. То есть это может быть 500 человек, может быть 750-800 человек, но в принципе этот баланс колеблется где-то в районе 10-12%. Ситуация сегодняшнего дня, она связана прежде всего, если мы отмотаем историю назад, например, до пятницы предыдущей недели, мы увидим, что коечного фонда было 12% свободного. Затем суббота-воскресенье выписка пациентов из ковидных стационаров снижается, потому что мы даем отдохнуть нашим сотрудникам, врачам, среднему персоналу, которые работают. То есть на выходные меньше остается людей, потому что, ну, собственно говоря, все работают с перегрузкой. И, конечно, поэтому в субботу-воскресенье снижение происходит тех пациентов, количество которых мы выписываем на одолечивание домой, либо по выздоровлению домой. В соответствии с этим госпитализация в субботу-воскресенье не продолжает прекращаться, то есть она примерно так же идет планово, как и в обычную неделю. А в понедельник происходит следующее, это к тому, что у нас немножко поднакопились за субботу-воскресенье недовыписанные пациенты. В воскресенье в понедельник начинается, скажем так, ну, не массовая госпитализация, но увеличение госпитализации, мы ее видим периодически, каждую неделю, да. То есть это те, которые за субботу-воскресенье дотерпели, что называется, доделали свои дела, и в понедельник поняли, что уже совсем не в МАГАТУ, нужно ложиться в больницу, вызывать скорую помощь и госпитализироваться. Поэтому в понедельник мы видим максимальное, скажем так, падение коечного фонда, которое вот на сегодня выражается там в 9,7%, то есть это практически тысяча коек свободных, которые остаются. Но все-таки, Андрей Михайлович, простите, остановлю вас, тем не менее, вот сегодня более трех тысяч вновь выявленных случаев, понятно, что, по счастью, не всем требуется госпитализация, но вот если все-таки подразумевать некий негативный сценарий, если все-таки количество тех, кому требуется госпитализация, будет превышать количество тех, кого выписывают. Есть ли у Петербурга резервы на этот случай? В настоящий момент резервы, конечно, есть в Санкт-Петербурге, но я хотел бы сказать, что они не бесконечны. То есть если представить себе систему здравоохранения в виде двух взаимосоединяющихся сосудов, то есть с правой стороны это коечный фонд, а с левой те пациенты, которые у нас либо болеют на амбулаторном лечении, либо являются носителями, то есть вот тех, про которых мы сегодня говорим больше 3,5 тысяч, это те, у которых обнаружены положительные анализы по ПЦР. Соответственно, если мы будем делать больше анализов, если ситуация будет эпидемиологически продолжать ухудшаться, то людей этих тоже будет больше. Соответственно, левая часть этих сообщающих сосудов будет увеличиваться, количество пациентов будет увеличиваться, и тогда коечного фонда будет вопросительно, как мы сможем предотвратить его переполнение. Для этого, собственно говоря, есть ограничительные мероприятия, которые могут быть либо личными, когда мы придерживаемся ношения масок, перчаток, дистанции, социальной обработки рук, либо общего мероприятия, когда мы разрываем потоки движения в транспорте, разделяем потоки по метро, например, ограничиваем передвижение старшего населения, старше 65 лет, выключаем какие-то ночные мероприятия, массовые. Это способствует тоже тому, что уменьшается мобильность пациентов, соответственно, уменьшается индекс передачи вируса, его распространение, и тем самым коечный фонд, воинственного фонда достаточно оказывается, чтобы лечить тех, кто заболел и действительно нуждается в стационарном лечении. План в городе разработан, свободные койки у нас есть, они пока еще не задействованы, поэтому мы пока спокойно реагируем на ситуацию и продолжаем работать в плановом режиме. Ну что ж, тогда возвращаясь и, собственно, к плановой теме нашего сегодняшнего эфира, это лекарства для лечения коронавируса тем, кто лечится на дому. Второй день во всех информлентах сообщается, что в Петербурге началась выдача таких лекарств от ковид. От зрителей пока противоречивая информация поступает, где выдают лекарства, во всех ли районах города или пока нет. Разъясните, пожалуйста. Действительно, та субсидия федеральная, которая была доведена до города, это 203 142 500 рублей, они распределены по районам и, соответственно, дошли до всех поликлиник. Поликлиники в это непростое время с учетом определенного ажиотажа, потому что вся страна получила деньги и все бросились покупать эти 16 наименований лекарственных препаратов, схемы которых находятся в девятых временных рекомендациях Министерства здравоохранения. Собственно говоря, все оказались в непростой ситуации и стали закупать. Закупают все не через аукционы, потому что это долгий процесс, а именно с учетом наличия ковидной истории, есть разрешение по 9 пункту 44 федерального закона. Это происходит достаточно быстро. И действительно, некоторые районы уже на прошлой неделе поликлиники успели купить в пятницу и буквально в субботу начали выдавать препараты. Некоторые же, скажем так, не повезло с поставщиками, не успели быстро разыграть контракт. И поэтому примерно в половине районов города уже началась выдача по лекарственным схемам для средних и легких пациентов, средней и легкой степени тяжести. И примерно в оставшейся половине населения, в смысле районов города, это будет к четвергу-пятнице, то есть к концу недели практически все у нас получат препараты закупленные и начнут выдавать при посещении пациентов, больных коронавирусной инфекцией на дому. Врачи будут оставлять им препараты на курс лечения. А какие шесть районов столкнулись с трудностями? Ну, я не сказал, что шесть, я сказал, что примерно половина. А, простите, не раз слышала. Да, примерно половина пока еще не дозакупила. То есть все законтрактовано, но не поставлено. А тех, у кого они поставлены, не произведена, так скажем, кассовая оплата, то есть это буквально один-два дня, потому что нужно заплатить, прежде чем ты начинаешь отдавать их населению. Ну, по Выборгскому району у нас пока Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Центральные районы не до конца еще, скажем так. Нужно же получить еще всю схему, не просто один препарат. То есть поставщики, например, привезли противовирусный препарат, но не привезли, например, препарат интерфероновый или препарат для снижения температуры. То есть только в тот момент, когда полностью весь комплект противоковидных средств поступит в распоряжение района, уже тогда начнется выдача. Крайний срок это ориентировочно четверг. Ну что ж, Ирину Валерьевну хочу подключить. Четверг-пятница. Четверг-пятница, но в любом случае до конца недели это уже будет схема налажена во всех районах Петербурга. Ирину Валерьевну хочу тоже подключить к беседе. Ирина Валерьевна, а с какими сложностями столкнулись врачи вот в первый день новой организации работы, когда пациентам не только выписывается рецепт, но еще и предполагается выдача лекарств, да еще и бесплатно? Ну я бы сказала, что больших трудностей мы на самом деле не испытывали. Скорее мы столкнулись чисто с организационной работой. Нужно было правильно распределить обязанности между сотрудниками. Кто конкретно за что будет отвечать. Ну в общем-то все положения у нас были. У нас был для этого соответствующий приказ, согласно которому мы и начали производить выдачу лекарств пациентам на дому. Но в любом случае выдача любых препаратов происходит только после осмотра врача. То есть врач, прибыв на место к пациенту, после его осмотра оценивает степень тяжести пациента, устанавливает ему необходимый диагноз и соответственно определяет схему его лечения. А вот здесь, Ирина Валерьевна, сразу возникает вопрос. А как врачи определяют, требуется ли пациенту лекарство и какое? Или не стоит, к примеру, пускай неделю, но с температурой 37 просто попьет какой-то горячий чай? Нет, ну существует, во-первых, так называемая правильная постановка диагноза врачом. То есть если врач подозревает у пациента ковид, даже если у него нет на данном этапе подтвержденного лабораторного клинического исследования и нет результата маска на ковид, но там могут быть... То есть диагноз может быть установлен не только на основании положительного теста на ковид. Если пациент вернулся там из эпидемиологической... Неблагоприятные страны, но это сегодня маловероятно. Да, из неблагоприятной страны. Вот, ну да, на сегодняшний момент это маловероятно, но у нас продолжает сохраняться большое количество пациентов, которые контактировали с положительными или которые впоследствии заболели ковидом. Это могут быть пациенты, которые выписаны, допустим, из стационара по какой-то сопутствующей соматической патологии, но у них была велика вероятность контакта с ковидным пациентом. То есть, ну, дальше определяется... Врач ведь не для этого участвует все 6 лет для того, чтобы потом правильно... Ирина Валерьевна, еще скажите, а лекарства для каких категорий больных сейчас есть? Могут ли рассчитывать на бесплатные медикаменты легкие больные? Да, на данном этапе мы производим выдачу лекарств на дому для пациента с легкой степенью тяжести, течения заболеваний, средне-тяжелой степенью тяжести. А если пациент вышел буквально на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, в постановлении Роспотребнадзора, когда из больницы можно выписывать пациента без отрицательного теста, вот уже все, дальше лечение можно продолжать на дому, но у него был установлен коронавирус, вот в этой ситуации пациент может рассчитывать на то, что как раз ему в первую очередь, возможно, предоставят вот эти бесплатные лекарства? Безусловно, потому что он выписывался из стационара на долечивание на амбулаторном этапе. Безусловно, они будут получать бесплатное лекарственное обеспечение. Это важная информация. Андрей Михайлович, вновь вас хочу подключить к разговору. А на какой период, учитывая ежедневный прирост случаев заболевания коронавирусом, закупленных препаратов может нам хватить Петербургу, учитывая, опять же, ту сумму, которая была выделена из федерального бюджета? Ну, тут просто на этот вопрос не ответить, потому что надо просто привести несколько статистических цифр. Значит, смотрите, цифра, рассчитанная Центром Федеральным, была рассчитана на конец октября месяца, и по подсчетам Минздрава этих 203 миллионов должно было хватить на лечение 26, ну, почти 26 тысяч петербуржцев больных коронавирусной инфекцией. То есть, в среднем на человека где-то порядка 7600 рублей, это средний чек лекарственных препаратов, которым предполагается лечение данной инфекции. При этом схемы, которые приведены в 9-х рекомендациях, они легкие, стоимостью примерно 3-4,5 тысячи, в зависимости от того, какие препараты на борт туда входят. А при средне-тяжелых, для лечения средне-тяжелых пациентов с пневмонией, либо без пневмонии вирусной, сумма за схему достигает до 16 тысяч рублей. Но в среднем, еще раз повторюсь, для всех пациентов 26 тысяч деньги были переведены в Санкт-Петербург. Хочу сказать, что на амбулаторном этапе мы проводили такие статистические исследования и оценивали, сколько у нас пациентов легкой степени тяжести, сколько средней с пневмонией, сколько средней без пневмонией. И именно в таком процентном содержании, собственно говоря, поликлиники закупают, понимая, кто у них на территории, сколько будет пациентов примерно с пневмонией, сколько будет без пневмонии, средней степени тяжести, и сколько будет легких пациентов. Поэтому сумма, которая выделена, вот эти 203 миллионов, мы предполагаем, что она и, собственно говоря, и федеральный центр так предполагает, что их будет больше, чем на 26 тысяч хватит пациентов пролеченных, то есть это будет, по нашим прикидкам, где-то 33-35 тысяч. Однако хочу сказать, что у нас на сегодняшний день, по данным федерального регистра в Санкт-Петербурге, на амбулаторном лечении находится порядка 44 тысяч 786 человек. И, соответственно, эта сумма предполагалась, что 203 миллионов хватит до конца года, но мы сейчас видим, что суммы будет немножко недостаточно, потому что, собственно говоря, и новые пациенты у нас некоторые заболевают, плюс мы достаточно, вот после того, как пациент готов быть выписанным домом, домой на долечивание, и эти пациенты тоже будут получать, соответственно, препараты на долечивание, и поэтому суммы будет точно недостаточно. Мы, собственно говоря, подсчитали, произвели определенные расчеты, обратились в Смольный для того, чтобы было понимание, какие средства нужны дальше, каким образом решаться будут вопросы, то есть это будет запрос в федеральный центр, либо резервный фонд Санкт-Петербурга, но в любом случае это будет продолжена терапия, и перед этим вопросом стоит не только Санкт-Петербург, но и, собственно говоря, все регионы Российской Федерации, потому что ситуация у всех схожая. Спасибо, Андрей Михайлович. Но вот главное, услышали, что Петербург осознает, Петербург понимает, что этих федеральных средств в размере 203 миллионов рублей может не хватить на лечение всех пациентов, которые проходят лечение и амбулаторно, и которые сейчас выписываются на долечивание из больницы, и, соответственно, этот вопрос сейчас как раз рассматривается. Ключевой момент, что все-таки расчеты такие проведены, и на все случаи, прогнозы, на все варианты сценариев у нас тоже будут те или иные варианты развития событий. Ну и еще важный момент, напомню телезрителям, что к концу недели весь комплект лекарства от коронавируса для тех, кто лечится на дому, поступит во все районы города. Ну и в продолжение разговора губернатор Александр Беглов призвал петербургцев не создавать излишний ажиотаж вокруг антибиотиков, отметив, что далее цитата «определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется, но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех». Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств. Конец цитаты. Но вот в самом деле кто-то пытается обезопасить себя, купив препараты буквально впрок. Кто-то, почувствовав недомогание, да еще с симптомами ОРВИ, тоже спешит именно в аптеку. А знают ли петербуржцы, что на самом деле необходимо предпринимать, если заметили признаки заболевания, похожего на коронавирус? Узнала Александра Иванова. Вот уже больше полугода программа «Петербург против коронавируса» выходит в эфир. В каждом нашем выпуске мы рассказываем петербуржцам не только актуальные, главное, проверенные новости, связанные с COVID-19, но и говорим о том, как вести себя в столь непростой эпидемиологической ситуации. Сегодня я вышла на улицу Санкт-Петербурга, чтобы спросить у жителей, а знают ли они, что нужно делать в первую очередь, если у них будут симптомы коронавируса. Предлагаю послушать горожан. Я попробую вызвать врача, потому что совершенно неизвестно, как лечиться от этого коронавируса, поэтому я вызову врача. Конечно, врача обязательно, обязательно. Народные, конечно, вряд ли, но на работу не пойду однозначно. Буду лечиться народными средствами. Вот этот вариант мне больше устраивает, потому что вызов врача, собственно, они не доезжают теперь. То есть у меня много кто пытался их вызвать, до поликлиники не дозвониться, а если ты даже дозваниваешься, то они говорят, у вас ОРВИ, мы вас записали, все. Буду лечиться народными средствами, но здесь больше профилактика должна быть. Пойду на работу, как ни в чем не бывало, нет, я не пойду. Другое. Останусь дома или уеду на дачу. Буду лечиться народными средствами, нет. Это, естественно, нет. Ну, конечно, вызову врача и сделаю тест. Итак, опрос показал следующие результаты. Большинство респондентов выбрали вариант вызову врача. За него проголосовали 20 петербуржцев. И, как мне кажется, это достаточно правильное решение. А вот вторым по популярности вариантом стал ответ «буду лечиться народными средствами». Но в целом можно сказать о том, что петербуржцы знают, как вести себя в столь непростой эпидемиологической ситуации и что делать, если у них будут обнаружены симптомы коронавируса. Ну вот на самом деле, что делать, если вы обнаружили у себя, если не симптомы коронавируса, да, у всех они проявляются по-разному, но, по крайней мере, симптомы ОРВИ и повышенную температуру. Ирина Валерьевна, вас попрошу как раз напомнить нашим зрителям, что же необходимо делать, если это все-таки произошло. Идти в поликлинику, вызвать врача на дом или все-таки лучше в нынешней непростой ситуации, когда у врачей такая загрузка, лишний раз не беспокоить, я не знаю, отсидеться дома. Ну, вы знаете, конечно, загрузка сейчас на амбулаторно-поликлинический, да как и стационары города, очень большая, но я призываю всех наших горожан, во-первых, соблюдать правила безопасности, соблюдать масочный режим. И в случае возникновения каких-либо симптомов заболевания, все-таки нужно обращаться к врачу. Потому что лечение народными методами века, конечно, прекрасно, но лучше всего обращаться к врачу. И вам окажут квалифицированную правильную помощь, и назначат адекватное лечение. В случае необходимости назначат все клинико-лабораторные исследования. Поэтому я призываю горожан, безусловно, обращаться к врачу. Спасибо, Ирина Валерьевна. И так ключевое все-таки не заниматься самолечением, обращаться к врачу. К сожалению, не всегда удается вот ту самую квалифицированную помощь оперативно получить. С какими-то трудностями сталкиваются телезрители, по крайней мере, поступают нам звонки по этому вопросу в студию. Давайте послушаем один из них. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, ваш вопрос. Я, Живанова Анна Ароновна, мне 70 лет. В кушу поставили ковид. Мне отказались делать на ковид, сказали, контактным мы не делаем. Почему? Хотелось бы знать, не делают. Если в доме ковидный есть уже один человек, на данный момент потихоньку начала подниматься температура. 382. Анна Ароновна, подскажите номер поликлиники. К сожалению, связь не очень хорошая. Номер поликлиники. 72-я поликлиника, поселок Металлострой. Спасибо, услышали. И сразу переадресую этот вопрос Андрея Михайловичу вам. Итак, что делать, если человеку, который является контактным, проживает вместе с человеком, у которого уже диагноз коронавирус, поднимается при этом температура, отказываются делать тест на ковид. 72-я поликлиника, поселок Металлострой. Уважаемая Анна Ароновна, уважаемые зрители, к сожалению, вы не обязаны и не отслеживаете те письма и те приказы, которые распространяются по Российской Федерации. В частности, буквально несколько дней есть письмо главного санитарного врача России, госпожи Поповой, в котором звучит простым языком о том, что контактные люди, которые находятся в одном месте, вместе с пациентом, у которого обнаружен ковид, им нет необходимости теперь принято решение выполнять тесты на исследование ПЦР. То есть, соответственно, они должны находиться, если это человек работающий, в течение 14 дней на самоизоляции, вместе с этим пациентом. И если у них никаких признаков ОРВИ или ковида, как сказать, не появилось, они через 14 дней выписываются, собственно говоря, на работу. Да, ну а если есть температура, вот как у нашей телезрительницы при этом? Если у пациента, который контактный, и у него возникла температура, просто, я так понимаю, ситуация в первый день, когда приходили смотреть, у мужа оказался ковид, а еще тогда не было температуры каких-то проявлений инфекции у самой Анны Ароновны, тогда, да, ей не было необходимости делать. Но сейчас, когда у нее появилась температура, появились какие-то признаки, действительно, она должна вызвать врача, и ей уже должны прийти тоже сделать исследования, мазок из носоглотки, для того, чтобы подтвердить или не подтвердить ковид. Конечно, с высокой вероятностью, если у нее появилась клиническая картина, и, собственно говоря, вот это классический случай сейчас, смотрите, если у нее есть температура, есть признак того, что рядом находится пациент с ковидом, а у нее можно при наличии всех этих симптомов поставить ей диагноз вероятного ковида, то есть не просто подозрения, да, а вероятный ковид. Это клинический установлен диагноз, и она уже может начать тоже получать терапию из этой легкой схемы, например, если нет никаких проявлений там более тяжелых. То есть, в принципе, вызвав доктора, ее должны же прийти и обеспечить дома лекарственным препаратом вместе с ее супругом. Спасибо, Андрей Михайлович. Ну, согласно, что все жители города не обязаны отслеживать те постановления, которые у нас публикует Роспотребнадзор, если это не касается, конечно, того же повсеместного ношения масок в общественных местах. К сожалению, вопросов подобных много, все в индивидуальном режиме мы в эфире не можем разобрать, но 63-555-77 это круглосуточная информационная линия комитета по здравоохранению. Вы, соответственно, можете обращаться с подобными вопросами по телефону круглосуточной информационной линии комитета по здравоохранению. Кроме того, есть телефон 122, который также в течение суток доступен и также вам могут ответить на все вопросы и, соответственно, принять какие-то жалобы, если такие возникают как раз по поводу работы медицинских сотрудников. Ну, а теперь, собственно, сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, после чего продолжим разговор о том, как в городе происходит обеспечение лекарствами от коронавируса. В прямом эфире программа «Петербург против коронавируса». Сегодня говорим о том, как в городе происходит выдача бесплатных лекарств от ковид, кто может рассчитывать на медикаменты. И знаю очень много вопросов у интернет-пользователей. Самые часто задаваемые вопросы в обзоре моей коллеги Александры Ивановой. Но прежде чем, Саша, ты озвучишь вопросы от интернет-пользователей, я свой вопрос озвучу тебе. Вот ты сегодня пообщалась с петербуржцами, задавала вопросы, знают ли они, что делать, если вдруг обнаружили у себя признаки ОРВИ или уж тем более COVID-19. Как твои впечатления? Насколько у нас люди оказались подкованными? Или все-таки какие-то ответы тебя искренне удивили? Ира, пожалуй, больше всего мне запомнились два момента. Первый, как мужчина начал перечислять все предложенные мной в вопросе варианты подряд и говорил о том, почему каждый из них не подходит лично ему. И второй момент, как женщина сказала о том, что в последнее время бороться с любым недомоганием ей помогают исключительно народные средства. Возможно, конечно, ее случай единичный, но главное, чтобы все было не вовред организму. А в целом, результаты опроса меня приятно порадовали. Ну а сейчас, пользуясь случаем и в продолжении разговора, я бы хотела напомнить, на каких проверенных источниках можно не только найти актуальную информацию, связанную с коронавирусом в Петербурге, но и найти рекомендации по тому случаю, если вдруг у тебя обнаружатся симптомы коронавируса, или ты просто почувствуешь себя плохо. Первый ресурс – это официальный сайт администрации Санкт-Петербурга, где работает специальный раздел «Петербург против коронавируса». Здесь можно как ознакомиться с симптомами заболевания, так и найти необходимые рекомендации для уже болеющих. Еще одна платформа – телеграм-канал «Петербург против коронавируса», где необходимый материал размещается не только в текстовом формате, но и в виде яркой инфографики. Теперь хочу немного отойти от нашей главной темы сегодня и озвучить важную новость, которая все-таки связана с коронавирусом, так или иначе. Уже не раз в наших эфирах мы упоминали имя Зинаиды Корневой, ветерана Великой Отечественной войны, организовавшей сбор средств в поддержку медиков, пострадавших от коронавируса. Свое обращение с призывом помочь 98-летняя петербурженка опубликовала на своем официальном YouTube-канале, где можно найти ее историю о военном времени, благодаря которым уже удалось собрать 4,5 миллиона рублей на помощь российским медикам и их семьям. А буквально вчера президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Антоновну знаком отличия за благодеяние, за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность. От всей души мы поздравляем Зинаиду Антоновну и желаем ей, конечно же, крепкого здоровья. Ну а в продолжении разговора и по завершению его включения хочу озвучить несколько вопросов от петербуржцев. Все они опубликованы в группе Комитета по здравоохранению социальности ВКонтакте. Первый из них от Натальи. Пишет, если при клинических симптомах ковида участковые врачи не дают направление на бесплатные тесты и компьютерную томографию, людям приходится, соответственно, делать все эти процедуры за свой счет, как тогда будет проходить, соответственно, процедура выдачи бесплатных лекарств? Второй вопрос от Ирины. Она спрашивает, если, например, на этой неделе или ранее ты уже сам купил себе лекарства, будут ли твои расходы как-то компенсироваться? И еще один вопрос от Дарьи. Она пишет и даже просит пояснить, каким образом антибактериальные препараты должны лечить вирусные инфекции. Вот Дарья, я знаю, что уже вышли новые постановления для медиков, указывающие, что бездумный прием таких препаратов влечет резистентность к ним. И спрашивает также, а кто будет нести ответственность за возможное осложнение от такого лечения. Эти вопросы я передаю нашим экспертам и слово студии. Спасибо, Саша. Ну, прежде чем получим ответы от наших экспертов, по традиции напомню, что по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в Петербурге работает Единая региональная информационно-справочная служба 122. Сейчас телефоны на ваших экранах, звонок бесплатный, как с стационарных, так и с мобильных телефонов. И еще один важный номер, в особенности для тех, кто входит в группу риска из-за коронавируса, кому не рекомендовано лишний раз выходить из дома. Лиц с ограничением по здоровью пожилых людей, для них в Петербурге работает волонтерская служба «Мы вместе». По телефону 8 800 234 11 можно обратиться за помощью в доставке необходимых продуктов питания и лекарств. Добавлю, что с 5 октября на портале «Мы вместе» зарегистрировались 995 петербургских волонтеров. За эти сутки поступило 57 заявок. Еще один важный телефон в контексте сегодняшней беседы – это 6355577, круглосуточная информационная линия комитета по здравоохранению. Ну а теперь возвращаемся к главной теме эфира – это обеспечение бесплатными препаратами от коронавируса и к вопросам от наших зрителей. Андрей Михайлович, ну, в общем-то, вам переадресую те сомнения и те опасения, которые были озвучены от зрителей. В частности, что если вот даже сейчас мы сталкиваемся с тем, что не всегда врачи при очевидных выраженных симптомах коронавируса дают направление на бесплатные тесты, на КТ, то что же будет, когда еще ко всему этому нужно будет и бесплатные лекарства? Давайте еще раз разложимся по полочкам. Итак, мы говорим о том, что по эти лекарственные средства, которые выдаются бесплатно, они назначаются пациентам с клиническим диагнозом COVID-19. То есть, я еще раз говорю, неподтвержденным, то есть те, у которых есть либо ПЦР, либо выполненный антиген, собственно говоря, коронавирусной инфекции, а именно клинически подтвержденный. То есть, когда есть клиника ОРВИ и есть какая-то связь с пациентом, с эпидемиологической ситуацией, то есть тот, кто заболел, либо соседи, либо родственники, либо знакомые, либо кто-то на работе, либо человек вернулся, как мы уже говорили, из эпидемиологической неблагоприятной страны. Такому пациенту, соответственно, доктор при первом приеме, он должен, он как бы обязан обязательно все-таки назначить ему анализ на коронавирусную инфекцию, на мазок. Соответственно, это может быть сделано либо на следующий день, либо в тот же день, когда доктор был у пациента. То есть, это обязательная ситуация. В этот же день доктор должен оставить ему препараты в зависимости от того, какую степень тяжести определяет доктор у пациента. Это может быть либо легкие, схема для легких пациентов, а таких у нас схемы три, либо для среднетяжелых пациентов. У нас две схемы для среднетяжелых пациентов без пневмонии, и две схемы для среднетяжелых пациентов с пневмонией. Если мы говорим про дальнейшее назначение на компьютерную томографию, то согласно действующим временным рекомендациям, компьютерная томография выполняется, если только началась инфекция, на четвертый-пятый день. Делать ее в первый день абсолютно бессмысленно. Более того, в интернете гуляет такое поверье, что выполнение компьютерной томографии излечивает или улучшает течение коронавирусной инфекции. Это не так. Это диагностическая процедура, достаточно высокочувствительная. Поэтому на четвертый-пятый день при обычном течении действительно нужно выполнить КТ. Если мы говорим о том, что доктор видит пациента уже в какой-то там четвертый, пятый, десятый день болезни, когда человек болеет, у него температура 38, он задыхается, то здесь, конечно, не нужно дать следующего, четвертого-пятого дня от момента прихода доктора. Его сразу нужно направлять на компьютерную томографию либо госпитализировать в стационар. И там это выполняет для того, чтобы определиться о степени пораженности легочной ткани. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается второго вопроса, конечно, речь не идет... Я, простите, напомню просто телезрителям, тем, кто на этой неделе и ранее сам себе купил лекарство, будут ли компенсироваться расходы, чтобы было понятно, о чем речь? Да. То есть, конечно, никакой компенсации не будет. Потому что человек... Ну, возьмем такой маленький гротеск. Человек мог в январе этого года запастись антибиотиками, сегодня к нему пришел доктор, и мы должны ему компенсировать то, что он купил в январе, феврале. Нет, конечно. То есть, по факту, все, кто заболел сейчас, если у людей есть собственные какие-то антибактериальные препараты, но они могут их пока не принимать, а будут принимать... Ну, или другие препараты противовирусные, они будут принимать те препараты, которые им принесет доктор. Компенсация не подразумевается. Андрей Михайлович, простите, остановлю вас, и прежде чем вы начнете отвечать еще и на третий вопрос, давайте послушаем вопрос от телезрителя, потому что мне подсказывают редакторы, что он как раз перекликается с теми вопросами, которые озвучивала моя коллега в своем интернет-обзоре. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь и ваш вопрос. Так, мне почти 70 лет, Людмила Николаевна. У меня такой вопрос. Я живу в курортном районе. Например, я смотрела передачу, где Путину докладывали о том, что антибиотиков нет. У нас в курортном районе я прошла, посмотрела азитромицина во всех аптеках на валом, и левофлоксацина. Но единственное, что гриппферон с перебоями. Значит, вопрос такой. Вот врач назначает, например, азитромицин покупать в две упаковочки, там три таблетки лечиться, плюс капать гриппферон. Это когда коронавирус такой, с температурой по 39-40, как считают, это слабая форма. А затем можно колоть цифрофлоксацин. Ну, это когда сильная стадия коронавируса. И тоже с назначением врача. Это тоже у нас в курортном районе все есть. Но сегодня смотрела передачу «Жизнь здорово», в которой Малышева говорила, что эти антибиотики не помогают, и не вздумайте их пить, и не вздумайте вообще вот эти лекарства принимать. Понимаете, как одни и те же врачи, одно говорят, другие другое говорят. Ну, давайте верить проверенным источникам Петербург против коронавируса, телеканал «Санкт-Петербург». Давайте мы дадим ответ на ваш вопрос. Хочется надеяться, что он станет все-таки истинным в последней инстанции. Итак, Андрей Михайлович, вас попрошу разъяснить, если что, Ирина Валерьевна добавит. Итак, антибиотики вред здоровью или нет? Принимать или нет? Верить коллегам с других каналов центральных или нет нашим телезрителям? Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемая Ирина, я хотел бы ответить на этот вопрос. Дело в том, что, смотрите, еще всех молодых мам, когда у них рождаются детки, и, собственно говоря, всех студентов-врачей, когда они начинают только учиться на средних курсах, 3-й, 5-й, им объясняют, что если вы видите инфекцию, которая до 38,5, не надо начинать бросаться, если это подразумевает, что это вирусная инфекция, не надо бросаться за антибактериальной терапией, потому что организм самостоятельно борется с инфекцией, вырабатывая собственные интерфероны, те, которые, в принципе, можно и назально принимать, про которые только что спрашивала телезрительница. И поэтому применять антибиотики в первые дни однозначно не нужно. То есть антибактериальная терапия поэтому и назначается доктором на 5-е, 6-е, 7-е сутки. Почему? Потому что к этому моменту ответ организма ослабевает. Борьба с инфекцией, если не поборолась с вирусной, вот вначале не смог побороть организм, то потихоньку присоединяется к вирусной на фоне ослабления организма бактериальная инфекция и против именно нее назначаются антибактериальные препараты. Но это еще раз повторюсь, 5-й, 7-й день заболевания, когда действительно не нужны. Так же, как нельзя, антибиотики принимать 2-3 дня и потом отменять. То есть нужно пропить курс, потому что, для того, чтобы не развивалась антибиотикорезистентность. Если мы говорим о назначениях по телевизору, дело в том, что, смотрите, согласно 323-му федеральному закону, у вас есть лечащий врач, будь то это участковый, либо это лечащий врач в стационаре, именно он отвечает за ваше здоровье, он расписывается в вашей истории болезни либо ампулатурной карте, он вам назначает препараты и он несет ответственность. Поэтому, почему нельзя лечиться по интернету, да, как говорится, можно умереть от опечатки. Прочитал неправильно дозу, выпил ее и умер. Поэтому можно смотреть передачи, жить здорово, но, собственно говоря, нужно обращаться к своему лечащему врачу, который должен вас лечить. И доверять все-таки проверенным источникам и доверять врачам. Ну, а самое главное, вот еще раз подчеркну то, что вы, Андрей Михайлович, проговорили, не бросаться во все тяжкие при первых признаках даже ОРВИ, да, и не заниматься самолечением, не назначать самому себе антибактериальные препараты. Да, они помогают, но только если это прописал врач на пятый-седьмой день, когда организм уже, понятно, сам не справляется, и могут быть те или иные осложнения. Ирину Валерьевну хочу еще успеть до того, как у нас завершится эфирное время, подключить к беседе. Ирина Валерьевна, а вот что делать, если прописанное или доставленное лекарство по каким-то причинам не подойдет пациенту? На самом деле, там кому-то антибиотик, у кого-то антибиотик вызвал аллергию, у кого-то он просто не дает никакой реакции, температура по-прежнему держится. Может ли доктор именно бесплатно заменить препарат? Есть такая инструкция? Ну, у нас же есть несколько схем лечения, как уже подчеркнула Андрей Михайлович. У нас есть схемы лечения для легкой степени тяжести, и есть для средне-тяжелого течения заболевания, причем с учетом пневмонии и без. Поэтому всегда есть какие-то варианты, чтобы заменить лекарство и попытаться подобрать ту схему, которая будет конкретно для этого пациента наиболее действенная и благоприятна. Безусловно, если есть аллергические реакции на какие-либо препараты, безусловно, они будут заменяться. Но, опять же, это все должно происходить только после осмотра врача. Потому что ведь некоторые пациенты говорят о том, что у них есть аллергические реакции, а выясняется, что это не аллергические реакции, это дополнительные проявления заболевания. Поэтому, безусловно, в случае наличия каких-либо дополнительных симптомов, возникающих у пациента, безусловно, он обращается к врачу, врач осматривает и делает соответствующее назначение. Требуется ли на самом деле здесь замена? Является ли это аллергической реакцией, а не еще одним проявлением именно коронавируса? А он проявляет себя очень и очень по-разному. Все индивидуально, к сожалению, происходит. Именно в этом коварство этой болезни. Ну и все-таки, если на самом деле выясняет врач, что это лекарство вам не подходит, то да, есть альтернативная схема, и она тоже входит в тот самый бесплатный, так скажем, антиковидный пакет медикаментов. В эфире программа «Петербург против коронавируса». На помощь врачам в очередной раз пришли волонтеры. Они помогают медикам не только в учреждениях, но и на выезде. Глава города Александр Беглов выразил благодарность добровольцам и далее цитата. «В сложившейся ситуации особенно цена помощь волонтеров. Наши добровольцы помогают в госпитале, в Ленэксп, поддерживают пожилых пациентов, которые тяжело переносят пребывание на больничной койке. Хочу отметить инициативу «Подвези врача». Автоволонтеры развозят участковых к пациентам. В трех районах – Красногвардейском, Пушкинском, Московском – 25 добровольцев развозят по вызовам участковых врачей. Они не жалеют своего личного времени и, конечно, заслуживают огромной благодарности». Ну вот, помимо уже указанных районов, еще и в Красносельском районе есть аналогичная акция. Вот подробнее о той помощи, которую оказывают волонтеры, нашему каналу рассказала Алина Давыдова, куратор проекта «Подвези врача» в Красносельском районе. «Акция у нас в районе, да, действительно с воскресенья, но мы уже обкатываем эту акцию порядка двух недель. Наездили уже свыше 150 километров, поэтому цифры говорят сами за себя. Мы работаем по заявкам, которые нам предоставляет поликлиника. Следовательно, на воскресенье это были дежурные врачи, терапевты. Было 10 вызовов». Вы смотрели программу «Петербург против коронавируса». Напомню, на связи со студией все это время были первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана и заместитель главного врача городской поликлиники номер 21 Московского района Ирина Тимофеева. Спасибо, уважаемые эксперты, за компетентные ответы, за уделенное нам и, самое главное, телезрителям время. На этом я с вами прощаюсь и еще раз напоминаю о необходимости носить маску в общественных местах, а также о том, что менять ее нужно каждые 2-3 часа. Повторно использовать одноразовую маску нельзя. В студии была Ирина Степанова. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова